Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 31 января, в неделю 34 по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает память преподобного Афанасия Сиандемского-Вологодского. В конце XV столетия между многочисленными подвижниками древней Валаамской обители подвязался инок Афанасий, ученик и самолитвенник пустынножителя Александра, работавшего Господу в тесной пещере одного из Валаамских островов. Душеспасительные советы и примеры высоких добродетеля Александра укрепляли Афанасия на трудном пути спасения. С течением же времени по неисповедимым судьбам Божьим наставник и ученик должны были разлучиться. Преподобный Александр удалился в леса Абонежской Пятины на реку Свирь и семь лет провел там в строжайшем уединении, а потом приступил к устроению общежития. Тогда и преподобный Афанасий переселился в Свалаама опять под его руководство. Смиренно-мудре и послушание сделали Афанасия любимейшим учеником преподобного игумена, и он сподобился быть свидетелем благодатного посещения его учителя Пресвятой Девой Богородицы. По представлению преподобного Александра преподобный Афанасий отошел на пустынное житие в дремучие леса Карелии и на холме перешейка двух небольших озер Сиандема и Рощинского поставил себе хижину. Некоторые из сподвижников преподобного Александра последовали за Афанасием в уединении, а к ним присоединилось еще несколько любителей пустынного жития. Таким образом, было положено начало процветавшей впоследствии Сиандемской пустыни. Сам преподобный Афанасий рассказывал о своем поселении в пустыне так. Жил он в Абонежской Петине, в Аланецком уезде на Сиандеме озере, в пустыне на Софийской земле, в диком лесу от Аланца двадцати верст, а от ближних деревень десять верст. Ту пустыню позволили ему строить Аланчане на Богомолье, Ага-Сударе и на прибежище себе. По благословению архиепископа Пимена он поставил в пустыне часовню во имя живоначальной Троицы до восемь келий, и собралось к нему в пустыню десять братьев. Он распахал пашню, но по зависти те Аланчане оболгали его перед архиепископом Пименом, будто он построил свою пустынку насильственно и выслали его из пустыньки. Пустынька осталась пустою. Преподобный удалился в Сивирский монастырь и избран был там в игумена. Вероятно, в это время он и получил сан священство. По крайней мере, в 1577 году называется священно-иноком. Долго ли управлял преподобный Афанасий обителью своего наставника, остается неизвестным. Только в 1577 году он называется уже бывшим игуменом Свирского монастыря и просит у новгородского архиепископа Александра позволения на месте пустыни устроить монастырь с храмом во имя живоначальной Троицы и отвезти земли под пашню. Такое дозволение было дано, отведена монастырю и пашня по одной версте во все четыре стороны. Монастырь был освобожден, отпошлен в пользу новгородской Софийской казны. Преподобный служил примером братья в трудолюбии и терпении, и вся братья трудами рук своих добывали себе пропитание. Основатель обители был и наставником нового братства. Для собственного же научения имел он частые духовные беседы с преподобным Андрианом Андрусовским, валаамским схемонахом, основавшим около того же времени иноческую обитель на берегу Ладожского озера. Подвижники жили в верстах в двадцати один от другого. Памятниками этого духовного общения остались кресты, водруженные угодниками Божьими на пути через все пространство, отделявшее их друг от друга. Предание говорит, что и на том месте, где теперь церковь во имя чудотворца Николая, в селение Тулакса, преподобным Афанасием, был поставлен крест и предсказано создание храма на служение Господу. Пророчество исполнилось. Церковь святителя Николая, почти современная основателю Сяндымской пустыни, существует и поныне. При устье реки Сяндымки, текущей на девять верст, из Сяндымского озера в речку Тулаксу, находятся на обоих ее берегах два каменных креста. По свидетельству предания, они сопутствовали преподобному Афанасию Сволаама и суть благословения тамошних старцев основателю Сяндымской пустыни. У окрестных жителей сохранились рассказы, что эти кресты чудесно приплыли за преподобным против речного течения со стороны Ладожского озера. По древнему же сказанию, угодник Божий Афанасий последние годы святой жизни своей провел в уединение на одном из островов озера Сяндыма, который называется и доселе святым. Преподобный Афанасий представился в своей пустыне и погребен на одном из мысов Рощинского озера, где потом над могилой его сооружена церковь во имя святителя Кирилла и Афанасия, патриархов Александрийских. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых – святителя Афанасии и Кирилла, архиепископов Александрийских, преподобных схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, праведного Афанасия Новолодского, преподобного Маркиана Кирского, священомученика Михаила Колгополова-Пресвитера, священомученика Евгения Исацкого-Пресвитера, священомучеников Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра Русинова-Пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова